Как раз мы вспоминаем старые баттлы, что думаешь о 17-м независимом? Ой, 17-й независимый был уникальным событием абсолютно. То есть это событие, которое требует осмысления на самом деле. Это было очень круто. Это было головокружительно как-то. Это было прям вау. И, надо сказать, с него вышло очень много песен. Прям хороших песен, которые я иногда слушаю. Я иногда устраиваю себе марафон по 17-шке. Прям открываю и слушаю треки с этого баттла. Хотя прошло 2-3 года. Дофига. Баттл куплен. Судьи, как человек, который пусть недолго, но был в судьях, полностью с тобой согласен. Почему адекватно судил только Дима на стримах? Единственный вопрос к 17-шке. Но это не ко мне вопрос. Я даже большую часть времени официальным судьей не был. Но я начал судить 17-шку, потому что я посмотрел судейские стримы. Такой, вы чё несёте, блядь? И потом подумал, ну, блядь, ну, раз вы не можете, давайте я сделаю. И я сделал просто свои стримы. Вообще, история появления меня как персонажа на 17-шке была такая. Я посмотрел какой-то судейский стрим. Понял, что это полный мрак. Такой, нет, ну, раз вы не можете, давайте я. Я сделал стримы, где я судил треки. Я везде писал, я не официальный судья 17-шки. Я типа просто стример, я по фану для себя это делаю. Но вот официальные критерии, которые выложены в паблике 17-шки и на сайте. И я сужу чётко по этим критериям, как я бы судил, будь я судьёй. Это собрало большой ажиотаж, хотя я был ноунеймом на тот момент. Меня пригласили официально судить видеоклиповую часть батла. После чего выгнали оттуда, потому что ей не понравился местной тусовочке. Люди продолжили смотреть мои реакции. То есть, ну, у меня были онлайны в несколько сотен человек. У меня там пиковый онлайн был человек 600, наверное, при том, что у меня было 2000 подписчиков. Ну, то есть, я вообще был никто. При этом у меня на разборах батла сидели и артисты, которые там были. И там с некоторыми из них я поработать успел. И меня кто-то из артистов упоминал в треке на 17-шку. Первое моё упоминание в треке было... Это раунд шестой, наверное, был. Какой-то чувак, ММФ, по-моему, его зовут. Там в треке зачитал, типа, кто вы такие, кто такой Нюберг. Это вот первый раз, когда меня вот прям массово заметила аудитория музыкальная. Так что я 17-шке тоже многим обязан.